МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия, информационная программа «Республика» в студии Ольга Пыречкина. До 15 июня администрация Чебоксар принимает предложение жителей так называемого поселка Шанхай об их расселении. Напомню, 18 мая глава Чувашии встретился с хозяевами самовольных постройок и 19-го была создана межведомственная комиссия, которая должна опросить жителей 199 домов и выяснить, на каких условиях они готовы переехать. Представители межведомственной комиссии встретились с жителями 195 домов и получили их видение развития ситуации. Четыре собственника жилья в поселке так и не нашли время, чтобы обсудить предложение застройщика. 76 собственников согласно на условия застройщика переселиться в однокомнатной квартире площади до от 33 квадратных метров и 119 собственников согласно на предоставление жилья размозначенной площадью или из расчета 4,5 квадратных метров на одного проживающего. Общая площадь предложений 9 035 квадратных метров, площадь необходимой из расчета 195 домов. На четверг назначено очередное заседание комиссии. Алексей Ладоков предложил присутствовать на нем и представителям прокуратуры республики. Клава Чувашии призвал городские власти пристально следить за развитием ситуации. Обсуждаться эта тема будет еженедельно, пока не поставят точку в этой истории. Какими должны быть библиотеки 21 века? Об этом рассуждают специалисты, общественность, люди, неравнодушные к тому, какой вырастет нашу молодежь. В Центральной библиотеке «АллатРа» прошла встреча генерального директора Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы Екатерины Гениевой с жителями города. Эксперт ЮНЕСКО представила уникальный проект. Совместный проект Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы и фонда «Гражданская платформа» называется «Экслибрис библиотеки 21 века». Проект реализуется совместно с ведущими российскими издательствами. Его основная задача – поддержать библиотеки страны, помогая решить ключевую проблему дефицита книжных фондов, вывести библиотеки на новую ступень развития, превратив их не только в современные колдовые знания, но и в ведущие культурно-интеллектуальные центры. Что есть еще особенно в этом проекте «Экслибрис», то есть из книг, в общем, хотим склонно звучать, это не комплектование, это возможность привезти на любую территорию, в данном случае просто мы выбрали, что это будут Чебоксары, привезти, так сказать, противное слово, но деятеля культуры. В беседе с библиотекой «Мия АллатРа» Екатерина Генева отметила, что в фондах Государственной библиотеки иностранной литературы более 5 миллионов единиц на 145 языках. Но есть и два других языка. Я всегда люблю задать вопросы, аудитории особенно грамотно, а что это за книг два языка? Ну, понятно, что библиотека иностранной литературы собирает все переводы, которые только можно себе представить в области гуманитарных наук. Ну, скажем, это 146-й язык, а 147-й – это и философский проход, и репрессии в 1937-й год. Это то, когда наша литература с нами оказалась в изгнании, когда она оказалась за пределами нашей Родины, это литература иммиграции. Вот 147-й язык, он, конечно, русский, но он другой, он все равно другой, по-другому звучит, по-другому инфляционно звучит. «АллатР» стал первым городом в России, который получил стотомную серию «История сталинизма», в которую вошли работы как российских, так и зарубежных ученых. Этот проект стал номинантом премии Международной ассоциации книгоиздателей. Книги этой серии в числе других пополнят фонды наших библиотек. В комплекты также включены книги известных русских и иностранных авторов на языке оригинала с прилагающимся переводом. Татьяна Молокова, Республика. Продовольственные продукты в Чувашии за май месяц, хоть и незначительно, но подорожали, сообщает Чувашстат. Больше всего подорожали чай, кофе, соль, специи до 3,8%. Молоко и молочные продукты кондитерские изделия стали дороже на 1,1,6%. Мясо и алкоголь до 0,6%. А вот яйца, по данным Чувашстата, весьма ощутимо подешевели на 17%. Незначительно цены снизились на сыр, муку, мороженое, хлеб, хлебобулочные изделия, картофель, сахар. Таким образом, стоимость минимального набора продуктов в конце мая этого года составила 3418 рублей на одного человека. Это на 17% дороже, чем в начале года. Что касается непродовольственных товаров, то здесь картина следующая. Подорожали спорттовары, школьные и письменные принадлежности, парфюмерия и косметика. И некоторые другие товары. Зато снизили сцены на меховые и ювелирные изделия, а также персональные компьютеры. К Боксара прибыл скальпель детских хирургов о том, что это такое, в следующем материале. Огромный скальпель из медицинской стали. Конечно, никого не оперирует, это специальный символ. Его уже более полувека передают из города в город вместе с правом проведения Всероссийской конференции по детской хирургии. В этом году скальпель в Чувашии означает, что впервые в апреле 2016 года столица республики примет у себя лучших детских хирургов и других медицинских специалистов со всей России и стран ближе зарубежья. Решение о том, в каком городе будет праздничным президиумом Ассоциации детских хирургов, и обычно выбирают город там, где наиболее динамично развивается детская хирургия. Мы одни из передовых в детской хирургии по продвижению самых новейших технологий, прежде всего эндоскопических вмешательств. И надо сказать, что мы, возможно, один из немногих регионов нашей страны, где подавляющее большинство операций делается без больших разрезов. Рядом со скальпелем значки с эмблемами студенческих научных кружков по детской хирургии тех городов, которые уже принимали у себя конференцию. Совсем скоро среди них будет и чебоксарский значок. Проведение конференции у нас означает, что принять участие в ней смогут сотни чебоксарских студентов мединститута. А некоторые окончательно решат стать детскими хирургами и реаниматологами. Впрочем, главная мечта, наверное, любого детского врача, чтобы у них было как можно меньше работы. Скальпели большей частью лежали без дела, и все дети были здоровы. Ольга Пырычкина, Андрей Шоклев, Республика. Более 10 тысяч дошколят собрались 1 июня на Красной площади, чтобы начать День защиты детей с утренней зарядки. Среди звезд праздника юные ведущие нашей телекомпании, олимпийская чемпионка Олимпиады Ивановой и руководитель Федерации фитнеса и аэробики Чуваши Оксана Вербина. Подробности в следующем сюжете. Разноцветные кепочки, воздушные шары и беззубые детские улыбки на всей Красной площади. Картина уже привычная. Массовая детская зарядка проходит в Чебоксарах второй год. Я благодарен всем тем, кто ведет такой здоровый спортивный образ жизни. Каждая мама, каждый папа хочет, чтобы дети были современными, чтобы они были целеустремленными, талантливыми, умными. Так держать. С праздником, дорогие друзья! Комплекс упражнений для малышей разработали в Федерации фитнеса и аэробики Чувашской Республики. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 15 минут в режиме нон-стоп. Не каждый взрослый справится с такой нагрузкой. Но всем давно известно, энергии у мальчишек и девчонок обычно больше, чем у родителей. Мне очень понравилось, я второй раз сюда выхожу. Мария Шоклева, Елизавета Зайцева, Андрей Теперидонов, Республика. Президент Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами многодетных родителей. Среди них пять семей из Чувашии. Одна из которых удостойна ордена родительской славы. Остальные медали ордена. Все же в Чувашии более 10 тысяч многодетных семей. Как живет с родителем с тремя и более детьми? Что им необходимо и чем может помочь государство? Глава Чувашии предпочел узнать с первых уст. Трудно не столько родить много детей, сколько их вырастить. Такие вещи не принято обсуждать, но зачастую за детское благополучие родители расплачиваются собственным здоровьем. Это и бессонные ночи, и переживания, когда ребенок болеет, и волнение, когда поздно приходит домой, не говоря уже о том, что на уборку, стирку и приготовление пищи уходят в несколько раз больше времени и сил. Неудивительно, что в последнее время большая часть семей не решается заводить второго и третьего ребенка, а некоторые вообще отказываются от деторождения. Тем ценнее для общества пример тех, кто не побоялся никаких трудностей. Эти люди просто любят своих детей и хотят, чтобы они выросли достойными людьми. Если говорить народным языком, всегда люди думали, чтобы стыдно не было со своих детей перед своими соседями, родителями. И вообще краснеть, чувашский народ не привык. С этой точки зрения я благодарен всем тем, кто отозвался на наше приглашение. 70% многодетных россиян – это семьи с тремя детьми. Однако встречаются и пять детишек, и 11, как у Тихоновых. Разумеется, все они рожали детей не ради родительской славы и не для получения материальных благ. Но поддержка со стороны государства все равно не бывает лишней. Сегодня в Чувашии кроме материнского капитала за третьего и последующего ребенка родителям выдают еще один сертификат на 100 тысяч рублей. Более 4 тысяч семей получают ежемесячную денежную выплату – около 7 тысяч рублей. Впрочем, немало возникает и вопросов, которые только деньгами не решить. Вот сейчас лето, и хотелось бы, чтобы дети-инвалиды побольше отдыхали в строительных елях или репетиционных центрах. На встрече обсудили и проблемы обеспечения многодетных земельными участками. В Чебоксарах, к примеру, очень сложно со свободными территориями, но городские власти ищут различные пути. Сегодня 3 тысячи многодетных семей республики уже имеют земельные участки. Елена Гальперина, Сергей Рябчиков, Республика. К сожалению, не все дети рождаются у любящих, заботливых и ответственных родителей. Бывает такое, что едва появившись на свет, ребенок попадает в сложную жизненную ситуацию, хотя не понимает этого. Найти такому человеку нормальную семью взамен не состоявшуюся, пока он не вырос и не почувствовал себя обделенным. И мечтает цель сотрудников дома ребенка-малютка. Здесь День защиты детей – особый праздник. Пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я. Именно с этих слов начался утренник. Гостями праздника стали сами юные жители дома ребенка и дети, у которых недавно появились новые родители. Когда дети уходят с нашего дома ребенка, мы поддерживаем тесную связь с этими семьями, потому что часто возникают вопросы по поводу адаптации детей в семьях, и мы стараемся как можно помочь этим семьям. Сейчас тут живут 42 ребенка в возрасте до 4 лет. С каждым годом их становится меньше, а взрослых, готовых принять к себе в дом малышей, больше. Хочется пожелать поздравить всех наших мам, бабушек, которые прежде всего приемных, наверное, которые забрали в свои семьи малышей из этого дома ребенка. А их много, достаточно. И воспитывают этих детишек как своих. Мы им очень благодарны. Воспитываются они действительно как в родных семьях. Так повезло двухлетней Маше Шариповой. Из дома ребенка она попала в семью Вазиковых. Теперь у матери героини семеро детей. Причем сама она является сотрудником дома «Ималютка». Когда она пришла к нам, когда я ее увидела, ну, у меня как-то щелкнуло, ну, не так уж прям. А во время отпуска медсестер я работала в их группе. И она была там самая маленькая, самая такая нежная, ласковая. Она мне очень понравилась. Я сразу же на нее оформила документы. И я ее забрала. Теперь она наша дочь. В день защиты ребенка покинут дом «Малютка» еще несколько детей. Конечно, в его стенах теперь станет тише. Зато в семьях будет слышен звонкий и задорный смех маленьких домочадцев. Екатерина Абрамова, Расиль Мухаммедов, Республика. Мангалы и костры вне закона. На территории Чувашской Республики продолжается особый противопожарный режим. Кому заглянули на огонек сотрудники МЧС Чувашии, кто на этот раз попал под раздачу. В минувшие выходные прошел рейд, где выявили нарушителей пожарной безопасности. В ходе рейда нарушителям особого противопожарного сезона сотрудники отдела надзорной деятельности напомнили о правилах пожарной безопасности, вручили памятки и провели профилактические беседы. Ведь зачастую причинами природных пожаров становится человеческий фактор, к чему приводит подобного рода беспечность, красноречиво показала огненное лето 2010 года. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в период особого противопожарного режима разведения костров и в том числе приготовления шашлыков запрещено и влечет за собой штраф. За нарушение требований пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима граждане привлекаются к административной ответственности по части 2 статьи 20.4 в виде административного штрафа от 2 до 4 тысяч рублей. Такую сумму придется заплатить нарушителям особого противопожарного режима, которые, игнорируя или не зная законодательство, решают устроить пикник с огоньком на берегу Волги. Каждый из жителей республики должен сделать все, что от него зависит – освободить территорию от мусора, сухой травы и прошлогодней листвы. Категорически запрещается разводить костры, сжигать отходы и тары. В избежание пожаров рекомендуется выбрасывать мусор в мусорные контейнеры. Следственное управление Следственного комитета по Чувашии прекратило уголовное дело в отношении бывшего директора предприятия ООО ЧСК. По версии следствия, он уклонился от уплаты налогов на сумму более 169,5 миллионов рублей, включив в налоговую декларацию заведомо ложные сведения. В ходе следствия, открытое акционерное общество Чувашская энергосбытовая компания полностью погасила всю образовавшуюся недоимку по налогам, а также все штрафы и пени на общую сумму свыше 220 миллионов рублей. После чего подозреваемые обратились к следователю с заявлениями о прекращении уголовного дела в отношении них, в связи с возмещением ущерба, причиненного бюджетной системе на основании статьи 28 прим. 1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Эти заявления были следователем удовлетворены. Однако следует отметить, что уголовное дело прекращено по нереабилитирующему основанию. Также необходимо отметить, что вышеуказанная норма уголовно-процессуального закона позволяет прекращать уголовные дела по фактам уклонения от уплаты налогов и неисполнения обязанностей налогового агента, но лишь в случае уплаты в полном объеме сумм недоимки по налогам, а также соответствующих пени и штрафам. При этом окончательная сумма этих денежных средств, как правило, является значительно более крупной, чем причиненный бюджетной системе ущерб от неуплаты налогов. Председатель Кабинета министров подписал распоряжение о назначении Юлии Стройковой заместителем министра информационной политики. Юлия Викторовна Стройкова до назначения на пост замминистра работала заместителем директора национальной телерадиокомпании «Чуваши». До этого более полугода исполняла обязанности руководителя компании. В средствах массовой информации Юлия работает более 20 лет. Зрителям нашей телекомпании она известна как соведущая программы «Персона», автора ведущей популярной телепередачи «Знакомые лица». В честь Дня защиты детей национальная телерадиокомпания «Чуваши» второй год подряд проводит шуточный чемпионат. Кто принял в нем участие, кто стал победителем и что нужно было для победы? Ответа на эти и другие вопросы в сюжете Евгении Егоровой. Лето 2015 года началось ярким и веселым мероприятием. Чемпионатом по метанию портфелей, которое прошло под девизом «Ура! Каникулы!» Учебный год завершен и впереди целых три месяца без школьных звонков, длинных уроков и строгих учителей. Можно закинуть портфель в дальний угол, хотя бы символически. Ну, я просто собрал силы и кинул на сумку очень далеко. Каждый вечер я тренировался кидать портфель на улице. Я тренировался здесь на заливе, я кидал портфель и допадал только до пятерки. Главное условие конкурса – летящие портфели, рюкзаки и сумки должны были быть пустыми. За этим внимательно следили члены жюри. Метание портфелей оказалось увлекательным занятием не только для ребят. Их родителям тоже захотелось на миг окунуться в детство. Мне сказала об этом дочь. Она в этом конкурсе участвовала чуть ранее, среди вторых классов. У нее выиграть не удалось, но получилось мне. Соответственно, очень рады этому. Радости и веселья не прекращались ни на минуту. Родители открывали для себя новый жанр – пантомима. А маленькие жители нашего города активно выступали на сцене, исполняли песни и участвовали в зажигательных танцах. Эта идея пришла ребятам, мальчишкам и девчонкам из детской студии «Куча Мала». Национальная телерадиокомпания идею поддержала. И вот уже второй год, такой замечательный праздник, веселятся все. Повсюду метают, летают портфели, сумки, пакеты, рюкзаки, все что угодно. На самом деле это не важно, что кидать, главное, чтобы настроение было хорошее, чтобы справить день защиты детей на пять с плюсом. Победителями чемпионата стали те, кто сумел закинуть свой портфель дальше всех. За победу ребята и их родители получили медали и памятные призы. Теперь сезон летних каникул можно считать открытым. Евгения Егорова, Расиль Мухаммедов, Республика. Ледовый дворец Чебоксара-арена. Крупнейший спортивный комплекс откроется уже завтра, 3 июня, к грандиозным ледовым шоу «Алиса в стране чудес». В церемонии примут участие такие звезды мирового, фигурного катания, как Ирина Слуцкая и Лена Бережная, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк. Масштабные сооружения такого рода обеспечены целой системой безопасности. Таковы правила проведения любых мероприятий с участием большого количества людей. Перед входом в дворец установлены металлоискатели, поэтому всем, кто хочет участвовать в открытии, лучше прийти заранее, примерно за час-полтора до начала шоу. Понятно, что не стоит брать с собой объемные сумки, лишние металлические предметы. Это все новости, что мы хотели рассказать вам к этому часу. Итоги дня подведем в вечерние выпуски программы «Республика». Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова